Всем привет! Сегодня с вами Светлана и у нас просто творчество практически, много пожеланий, но специфика роста, как всегда, нас радует. Сейчас я вам все покажу и будем думать, что сделать, потому что вот если вы обратите внимание на Светлана, красотка, само собой, много желаний, то есть затылок оставить. Хочу там типа боб, но видите, я начинаю на лицо двигать волосы, боб это когда у нас с вами ушки все-таки есть, да, и становится лицо грубое, тяжелое. Вот когда я открываю, смотрите, видите, убираю, лицо становится более мягкое, поэтому, значит, какой вывод, боб у нас здесь не подходит, поэтому мы можем оставить что-то здесь тоненькое, но переместить объем сюда, да, видите, когда я приподнимаю, вот, создаю объем выше, все более нежно, более мягко, то есть от лица, да. Дальше здесь у нас есть вихры, которые все время вот приподнимают челку, то есть надо будет тоже вот с этой зоны думать, что сделать. Как только я здесь, смотрите, объем вот убираю здесь на челке, посмотрите, тоже идет. То есть в итоге получается, что нам у лица надо сделать минимальное количество волос, потому что просто по форме идет, видите, так больше, лучше светлание. Давайте теперь волшебный затылок. Покажу затылок вам. Давайте сбоку посмотрим, смотрите, стрижка уже, конечно, обросла, да, и смотрите, видите, объем где, хочется переместить сюда, но хочется и постараемся, конечно, но явно выраженная макушка, это раз, а во-вторых, у нас, смотрите, как растут волосы. Вот этот рост волосы дает нам вот этот объем дополнительный, который здесь все время у нас скапливается. Мало того, они в сторону, и здесь еще, помимо этого, видите, волшебная косичка. Вот к серединке, видите, собираются все волосы. И эта косичка тоже, вот посмотрите, как она у нас стоит, вот тоже дает дополнительный объем. Поэтому надо вот думать, возможно, мы эту косичку надо будет выстричь, потому что, ну, сейчас мы решим. Потому что, видите, вот этот вот объем, он нам не нужен, который внизу, нам нужно переместить объем вот на эту зону. А здесь сделать более тонко, более плавно. Поэтому стрижка у нас будет достаточно сложная. Будем что-то мы решать. Обязательно смотрите на анатомию. Шея вроде у нас, видите, симпатичная. До свидания. Ушки, смотрим, тоже ушки. Все у нас растет здесь к центру. И надо сделать какую-то более рваненькую, скорее всего, стрижку будем делать. Думаю, что надо что-то здесь прикрыть, что-то оставить для того, чтобы, может быть, у лица вот такой, как бы, более рваный вариант был. Мне кажется, так будет полегче, получше. За счет этого мы перенесем объем наверх. Значит, соответственно, раз у нас вот такая вот разница, что мы будем? Скорее всего, у нас будут здесь градуировки, точно, абсолютно. Потому что, помните, у нас концентрацию объема дают только градуировки. Поэтому нам надо сконцентрировать объем здесь, концентрировать объем на затылке и на теменной зоне. Ну, буду вам рассказывать по ходу, потому что, может быть, что-то я в процессе, когда буду смотреть на стрижку, что-то передумаю и вам все буду рассказывать. Как всегда, стрижку выкладываю на гид-курс, поэтому следите за информацией. Будет анонс, когда оно у нас выйдет. Так что, подписывайтесь и следите за информацией. Ставьте лайк. Вот, принимайте работу. Вот наша Светлана, как теперь у нас выглядит. Вы помните, это без укладочных средств. Я вот посушила. И, видите, даже растрепанный вид такой у нас. Но, на мой взгляд, по-моему, очень достойно ложится. Ну-ка, давайте посмотрим, есть ли за ушко убрать. Ну, смотрите, тоже, в общем-то, неплохо, да? Так что, когда они начнут у нас обрастать, можно будет такой вариант и за ушко, да. Посмотрите, у нас элегантная шейка получилась. Перенесли мы с вами объем в нужное место. Ну, я считаю, что мы справились, да? Конечно. Спасибо большое. Да, Ольга всегда нас делает прекрасной и уходим от нее всегда с хорошим настроением. Вот реклама пошла, да? Спасибо. Спасибо.